всем привет друзья после ролика о очистке спирта сердца углем много было задано вопросов о технической составляющей этого процесса то есть что за насос что там за картридж что там внутри какие там и чего стоят вот эти фильтра спины полиэтилен и так далее решил проще снять один короткий ролик буквально на несколько минут чтобы рассказать и показать вам чем сто раз отвечать на одно и то же в комментариях так первое устройство но это просто кусок трубы сарга она абсолютно пустая забивается углем но если покупать вот это вот все отдельно то это стоит там на алиэкспресс какую-то сумму если у вас дистиллятор подобного образца то у вас по-любому есть одна вот такая часть по-любому есть клампу и по-любому есть вот эта труба то есть вам нужно докупить только один такой наконечник далее а с пененом вот этом полиэтилене что он из себя представляет представляет себя я свытащу кусочек вот такую вот шайбу его можно полностью этот он после углевания его особо не промывал то есть его если бросить воду то можно полностью отмыть он снова будет белым и снова будет обладать отличной пропускной способностью откуда вот эти шайбы я брал сейчас в дальнейшем вам расскажу опять же если покупать вот это вот устройство на алиэкспресс то вместо вот таких силиконовых прокладок существуют прокладки здесь сеточкой заполнено все из нержавейки то есть можно просто купить такие прокладки сеточкой и я думаю добавив кусок обычного фильтровального картона все точно так же неплохо получится такое простое устройство все на кампах поменять уголь в нем составляет никакого труда все вот так использовать в этой трубе мы можем кокосовый уголь специально созданный для фильтрования воды там ну и он же подходит для фильтрования алкоголя но это как бы если покупать отдельно если у вас там нет дистиллятора когда царь уже в наличии то можно обойтись и без этого картриджа можно обойтись с помощью картриджа вот такого ну и опять же купил первый попавший сейчас фокусируюсь на нем вот поставьте на паузу прочитайте что он из себя представляет это модуль постфильтрации от аквафор точно такие же фильтра есть там и у барьера и у гейзера и у кучи других производителей неважно состав внутри этого фильтра один и тот же и если отработавший вот этот фильтр разрезать то там помимо кокосового угля еще и будут вставлены с краю по нескольку штучек вот этих шайб вспененных из этого полиэтилена которые я поставил туда то есть я просто разрезал вот этот старый фильтр и достал вот эти шайбы что фильтр этот из себя представляет то есть два коннектора с обеих сторон и обязательно на нем нарисована стрелочка такое направление потока то есть сюда нужно подавать жидкость отсюда соответственно она будет выходить как подключить включить его элементарно то есть он продается с такими заглушками их извлекаем и в магазинах где продаются вот эти фильтры вообще где все для домашней водоподготовки для соединения этих фильтров в единые системы там много вариантов то есть для подключения систем обратного осмоса продаются вот такие шланги стоят они очень недорого и подключаются вот таким вот образом просто вставили и можно вот эту стопорную пластинку вернуть сюда все вот эти картриджи они бывают разные то есть они бывают здесь заканчиваются вот такими носиками бывают вот как этот вот с такими разъемами ну для этого опять же продаются снова в тех же магазинах тоже копеечные вещи ну стоят они там по 30 50 рублей вот такие фитинги то есть вместо шланга сюда можно воткнуть вот такой фитинг все опять же зафиксировать пластинки все вот система устройства готова вот осталось в один из этих шлангов с помощью насоса подать наш дистиллятор через фильтр через такой я пропускал имеется ввиду дистиллятор двойной перевонки очищенного уже дистиллятором то есть я пропускал там наверное до 150 литров через один фильтр и он продолжал как бы нормально работать нормально очищать ну литров 100 это для него вообще ни о чем ценники на эти фильтра они по моему стоят там начиная от 450 до 650 рублей в зависимости от производителя опять же это цены не интернета это просто цены в ближайшем хозяйственном магазине после процесса углевания спирт я оставляю внутри картриджа я его не сливаю опять же вот такая муфточка есть чтобы это все не вытекала эту муфточку я одеваю на вот эти два шланга соединяя их между собой ну и получается вот так можно в принципе снять один из шлангов отсюда а второй шланг вместо него воткнуть сюда ну разницы нет меня от холодильника там подключение этих фитингов понаставалось куча поэтому делаю вот так далее о насосах было испробовано огромное количество насоса и от кофе-машины у них там минус они не продолжительно работают вот эти китайские насосы они слишком шумные вот эти насосы они как бы и шумные и в достаточной мере нагреваются то есть у каждого есть свой минус есть пробовал такой насос вообще какой-то made in use а он устроен по принципу шестеренчатого насоса то есть здесь создаются такими эксцентриками на шестереночках создаются область низкого и высокого давления то есть из области низкого давления дистиллят переканчивается в область высокого давления поэтому принципе там это мобильные масляные насосы работают как вот этот для них опять же нужны блоки питания довольно таки громоздкие для всех этих насосов ну и они все создают шум мы если помещение позволяет там где-то на улице можете оставить вливаться это в принципе не важно но даже в доме этот шум напрягает то есть такой скажем так неприятный то есть хотелось бы чтобы его не было ну вот я пробовал насос такой погружной то бензонасос автомобильный у него свой минус для него нужно довольно таки большая сила тока чтобы он нормально работал но работает кстати тихо но от этого блока вы его не запустите ну и самый оптимальный самый простой и самый дешевый вариант это обычный аквариумный насос вот я покажу сфокусируюсь что это за модель ну вот что на нем написано можете опять же на паузу поставить прочесть опять же этот насос не из интернета купил я его в ближайшем магазине где продаются там корма для животных ну и соответственно аквариум это все для рыб для аквариумистов стоит он там меньше 300 рублей по моему этот насос когда его покупал стою так у него плюсы он работает абсолютно бесшумно и не нужны никакие блоки питания то есть он работает от 220 вольт за 300 рублей вы получаете довольно удобно рабочие устройства сюда происходит забор отсюда выход как подключить вот этот шланг как видите особо разъема никакого нет я прикупил вот такой же фитинг видите резьба с одной стороны фитинг этот опять же продается там дети фильтра на этот фитинг одеваешь кусочек силиконового шланга небольшой фитинг этот плотненько с этим силиконом входит верхнюю часть насоса мы соответственно шланг подключаем сюда все система в сборе насос подает жидкость прогоняет ее сквозь картридж и жидкость снова выходит в ту емкость откуда насос ее только что взял при использовании картриджа со сменным углем все еще проще сюда одеваем силиконовый шланг на край насоса и этот же силиконовый шланг одеваем на картридж все так что одним словом на комментарии что у это насосы это все очень дорого давайте считать 300 рублей 500 рублей и на все эти трубки фитинги еще 200 рублей то есть вот это фильтровальная система стоит около 1000 рублей значит как фильтр вот этот подготовить к работе взять сразу да и дистиллят через него пустить нет я делаю чуть иначе то есть я наливаю воду из системы обратного осмоса вода чистая ставлю в нее насос и насос этот включаю сеть но здесь по 2 литра воды в этом ковшике вот крышку на кувши надел чтобы вам показать шланги эти зафиксировать мы подключаем насос в розетку сейчас выгоняется воздух весь из угля насосик заполняет его водой ну и вот пожалуйста видите вот такой тонкой струйкой через этот картридж на струйка сейчас чуть-чуть увеличится картридж водой заполнится ну вот и все воздух из фильтра вышел и вот такой небольшой струйкой всего лишь несколько литров в минуту у нас идет фильтрация ну вот этот скажем так напор можно увеличить поставив насос большей мощности ну или шланги с большей пропускной способностью но в принципе для этих целей это не нужно неважно сколько подержать там 10 минут или час все будет отлично значит вода ведет сначала она потемнела вышла угольная пыль сейчас она светлеет вот эту воду я еще разочек сейчас через пару минут сменю и погоняю еще минут пять этим же насосиком через чистую воду все картридж будет подготовлен к углеванию дистиллята воду из него принципе можно не удалять дистиллят просто сделать заведомо чуть чуть более крепким первый дистиллят и все прямо пускаем насос в дистиллят и погнали процесс пошел немного отвлекли ладно продолжим вот у нас картридж где уголь промыт водой то есть уголь готов к работе сейчас в картридже вода картридж закрыт как я поступаю в этом случае то есть я подключаю насос вот видите капли воды стекают хоп здесь у нас дистиллят опускаем насос в дистиллят берем отдельную емкость стаканчик фокусирует что вам было видно ну и запускаемся сейчас насос выгонит из картриджа содержащуюся в нем воду воздух какой туда попал ну объем картриджа не очень большой поэтому и воды соответственно там немного 250 миллилитров слили воды все дальше процесс за кольцо вам и углевание идет по кругу но кому интересно давайте посмотрим сколько за минуту дистиллята проходит через этот картридж с помощью такого насоса старт вас не буду томить на паузу поставлю после включусь ну вот и подходит время пятьдесят шесть пятьдесят семь минут минута и что у нас стаканчики вот так примерно двести семьдесят миллилитров за минуту пропускная способность если использовать картридж из нержавейки соответственно шланги большего диаметра то пропускная способность значительно увеличивается если насос взять более мощный соответственно то же самое но при такой компоновки это приблизительно 16 литров в час через этот картридж проходит дистиллята ну надеюсь этими картриджами все понятно вопросов больше не будет еще о чем хотелось бы пару слов рассказать значит это о самом процессе углевания для чего он сколько по времени что он дает ну и соответственно о углях вкратце и так чего же началась очистка водно-спиртовых растворов углем первооткрывателем этого процесса был наш питерский академик тоби егорович ловиц он изучал абсорбацию растворенных веществ на твердых телах абсорбентах и выявил способность древесного угля улучшать органолептические показатели водно-спиртовых раствора ну и на практике мы наблюдаем это до сих пор то есть на спиртзаводах водку готовят при помощи угля подготавливают очищая спирты ну и соответственно домашняя вся наша водоподготовка в ней тоже задействован активированный уголь значит древесный уголь обладает очень большой высокой поглощательной ну ее можно еще назвать сорбационной и каталитической способностями в отношении многих веществ которые находятся в наших водно-спиртовых растворах ну и было установлено что на компоненты водно-спиртовой смеси он действует двояким образом то есть физически как адсорбент избирательно поглощает некоторые из них и химически как катализатор который способствует окислению имеющихся веществ и образованию новых ну и помимо этого из древесного угля водно-спиртовой раствор переходят некоторые имеющиеся в нем примеси например подтаж который сказывается на вкусовых качествах водки но поскольку свойства угля тем сильнее чем больше площадь его поверхности это уголь чтобы из обычного стать активированным проходит специальную обработку в результате этой обработки крупные частицы угля крупные куски они разрушаются на мелкие куски и пыль находящаяся в них зола вымывается летучие вещества преимущественно смолы испаряются и частичках угля образуются многочисленные поры которые имеют просто огромную феноменальную площадь поверхности то есть на 1 грамм активированного угля зависимости от качества и состава этого угля от 200 там до 1000 метров квадратных поверхности в кокосовом угле он больше то есть это площадь поверхности в древесном меньше ну и соответственно сорбационная способность 4 5 раз выше активированного угля чем у угля обычного поэтому качество угля для процесса очистки наших дистиллятовый имеет огромное значение и соответственно приобретать этот уголь например у меня на столе для образца лежит пакет нужно только в проверенных местах вот мне хотелось там снять еще один ролик об угле и о том как он бывает по качеству то есть зачастую мы приобретаем уголь вот так каких-то интернет-магазинах что здесь внутри одному богу известно может быть известно владельцу интернет-магазина это может быть как первосортный уголь то есть первосортный материал использующийся для очистки так и может быть обыкновенный уголь потолченый в ведре который продается на заправках там для приготовления шашлыка потолченый в ведре и засыпанный в этот пакетик все на совести интернет-магазинах далее какой спиртуозность и спирт лучше подвергать очистке углеванию то есть были вопросы а что если получили спиртом 90 процентный и очищать углем именно этот спирт так делать неправильно то есть робоционная способность древесного угля она не одинакова к различным примесям водно-спиртового раствора и зависит от концентрации спирта в растворе напрямую чем больше спиртуозность раствора тем очистка будет менее эффективна тем очистка будет хуже чем спиртуозность ниже тем очистка лучше чем это обусловлено водно-спиртовом растворе существует значительное взаимодействие между молекулами воды и этилового спирта и это взаимодействие очень сильно ослабевает с увеличением концентрации спирта поэтому при больших концентрациях спирта в растворе его молекулы слабо удерживаться молекулами воды и имея значительную подвижность в первую очередь проникают в поры угля адсорбируясь на их поверхности ну и ввиду этого сорбационная способность угля к молекулам других веществ существенно снижается и очистка происходит значительно менее эффективно вообще на производстве промышленном производится очистка водно-спиртовых растворов спиртуозностью где-то от 40 до 56 процентов ну то есть с этим наверное все понятно то есть чем ниже содержание этилового спирта в растворе тем лучше он очистится углем от примесей наиболее эффективно из водно-спиртовых растворов уголь убирает следующие примеси то есть он может убрать сложные эфиры и севушные масла осевушные масла это как вы знаете изо спирты и именно запах севухи в спирте дает изоамиловый спирт вот изоамиловый спирт очень эффективно поглощается углем но 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 в процессе вот этого поглощения в процессе очистки мы не только очищаем спирт от примесей но и образуется во время этого процесса новые вещества которые как бы как положительно так и отрицательно влияют на качество водки и вот в комментариях вы писали о образовании альдегидов то есть нельзя так долго там очищать спирт сырец ты нахватаешься альдегидов очищать его нужно 20 минут вот так писали в комментариях откуда ноги растут что такое альдегиды вообще и что нам дает углевание в этом плане так вкратце об альдегидах помним за одиннадцатый за десятый даже класс органическая химия что такое альдегили как они получаются если взять молекулу спирта и от молекулы спирта оторвать два атома водорода то есть один атом водорода от гидроксильной группы другой от углерода то мы получаем совершенно новый класс веществ которые называются альдегиды то есть слово сама говорит за себя алкоголь дегидрированный альдегид ну и как мы помним самая простейшая альдегид это там метаналь иначе там его называют еще муравьины там альдегид или формальдегид этаналь уксусный альдегид там пропаналь пропионовый альдегид ну и так далее то есть все боятся того что в процессе углевания воздуху в большом количестве то есть кислород находящийся в порах угля окислит спирты до образования альдегидом при этом количество вот этих новообразований то есть веществ но образующихся по разному зависит от самого угля то есть от активности угля от размера частиц угля от способа обработки угля от длительности соприкосновения угля с раствором ну и так далее так вот откуда вот это что нужно углевать 20 минут а все это из одной замечательной книги книгу эту написал анатолий кузьмич дорож и виталий степанович лысенко книга это называется производство спиртных напитков вот и сейчас выложу как она выглядит иллюстрацию этой книги в сети вы легко найдете эту книгу но это ее не читал обязательно почитать и книги этой очень много интересного ну и очень много полезного то есть книга написана не кем-то там кто дома на своем каком-то опыте что-то там получила что сам не знает вот книга это написано действительно профессионалами людьми которые посвятили этому свою жизнь так вот пропуская через огромные картриджи углем водно спиртовой раствор они выявляли следующую взаимосвязь то есть в начале количество альдегидов под воздействием угля начинает увеличиваться вот потом начинает уменьшаться достигает минимального значения где-то к 15-20 минут там обработки водно спиртового раствора углем ну и далее снова начинает увеличиваться и там через пять-шесть часов после начала обработки она превышает исходное количество альдегидов исходную их концентрацию там в несколько раз там в полтора раза это величина зависит от размеров частиц угля и вот в подсознании всех никто больше как бы ни о чем не думает то есть во всех подсознание отложилась о 15-20 минута углевания на этом все то есть никаких других факторов на возникновение альдегидов нет то есть надо на 15 минуте остановиться и тогда все будет хорошо но никто даже не задумывается никто не учитывает тот факт что в этом эксперименте дорож там пропускал водно-спиртовой раствор через огромные угольные картриджи огромные феноменальной высоты это картриджи спиртзавода со скоростью 300 литров в час то есть огромные картриджи огромное количество угля очень большая скорость пропускания через него но это никто не учитывает то есть все нашли в этих 15-20 минутах какую-то закономерность вообще по факту вот у нас в этом картридже находится какое-то мизерное количество угля и и соответственно активного кислорода там не так уж и много и вот мы уже когда промываем картридж водой мы часть этого активного кислорода оттуда убираем далее вот картридж хранится у нас заполненный водкой опять же как бы водка заполняет поры угля и активного кислорода там все меньше и меньше и вот это влияние как-то на окисление спиртов и получение альдегидов вот такие картриджи но они оказывают минимально там я бы сказал на практически никакое ну а вот это большое феноменальное количество угля используемая на производстве при производстве водки опять же я уже описывал там когда они русской водки снимал ролик я рассказывал там тот же смирнов прибегал каким значит уловкам то есть для чего это делалось то есть вроде как водка производится из очищенного высококачественного спирта и там уже углевание это нужно постольку поскольку то есть ректификованный спирт хорошая вода казалось бы водка но нет вкуса водки мы не получаем считается что здесь производстве водки и несет ключевую роль именно уголь то есть что он делает роль его заключается в катализе процесса образования альдегидов когда угля много уголь мелкий через него пропускается спирт то есть до катализируется какое-то количество альдегидов спирт окисляется вот ну а знаете дальше до после альдегидов мы получаем там карбоновые кислоты то есть последующим окислением альдегидов ну и соответственно реакции между спиртом и карбоновыми кислотами в результате эти реакции протекают и образуют какие-то эфиры и эти эфиры в будущем и формируют этот вкус аромат водки если смешать спирт с водой и не использовать уголь то настоящая водка по вкусу у нас не получится ну а сами сорбирующие свойства угля по отношению к сивушному маслу там и прочим примесям которые содержатся в нашем водно-спиртовом растворе они считаются второстепенными на на заводах по производству водки обработка водно-спиртовых раствора углем заключается именно в фильтровании раствора через уголь который помещен специальной емкости называемый угольными фильтрами и в зависимости того каким из углей наполняется эта емкость но угля огромное количество зависит обработки там от обжига этого угля то есть насколько он там активированный площадь поверхности угля из такого дерева этот уголь и так далее но очень очень и очень много вариантов вот ну и соответственно водка получает какой-то только ей присущий своеобразный привкус ну который там гурманы водочные могут там отличать и как-то там при дегустациях там одну водку от другой там как-то определять но опять же даже в общих чертах вспоминая химию помним что альдегиды получить довольно непросто то есть добавляются спирты там катализаторы нагреваются там до определенных температур окислители там и так далее то есть все это химия все это нам пока здесь с углем не нужно но понимать нужно следующее что в каких-то там феноменально больших количествах альдегиды мы не получим при помощи этих картриджей то все равно что взять из графинчика там рюмочку водочку наливать и при контакте с воздухом это водочка будет окисляться образуя альдегиды взаимодействие примерно такое же ладно снова возвращаемся процессу углевания которым мы пользуемся и еще вопроса много по времени этого углевания сколько по времени нужно углевать ну спирт сирец как практика показала очень хорошо очисляет очищается от изо спиртов то есть изоамилом спирт сирец не пахнет практически и это большой плюс потому что это переходные фракции и еще при 2 перегонки их подрезал вы получите довольно приятный довольно чистый продукт без запаха сивухи без запаха самогона то есть этот процесс углевания спирта сырца довольно таки хороший и правильный вот но даже если мы будем менять там в картридже уголь или картридж там у нас будет феноменально большой мы получим там да какое-то там количество альдегидов то при вторичной перегонки эфирно-альдегидную группу вы отберете вместе с головами там и так далее их легко удалить при 2 дробной перегонки далее фильтрование водно-спиртового раствора опять же домашних условиях когда это у вас идентификованный спирт и вода то есть той же самой водки пропускание через картридж с этим углем но я пробовал разное время то есть смело оставляю там на сутки через этот картридж от это водочка фильтруется и что это дает отдает действительно очень большую питкость и мягкость напитку то есть напиток становится можно так сказать на голову лучше и приятнее своего собрата который через этот картридж пропущен небо то есть просто развели там спирт с водой и употребляем или от углевали намного водочка становится более приятная далее дистиллят и зачем углевать дистиллят и но если мы получаем именно дистиллят однократной перегонкой через простейший самогонный аппарат через простейший дистиллятор вот то зачастую у нас эфиров ароматических там с лихвой и дистиллят получается такой для бочек для выдержки то есть очень и очень ароматный а что касаемо например того же хлебного вина иногда столько ароматики то и не хочется то есть ее с избытком хочется эту ароматику подрезать и вот снова мы пользуемся картриджем то есть включили часов проуглевалась рюмочку взяли попробовали недостаточно еще полчасика там проуглевали попробовали вывели для себя время углевания то есть то время когда напиток вам стал подходить и стал нравиться и на этом остановились время это примерно для себя запомнили а мне нравится вот я получил таким вот образом хлебное вино и там два часа его углевал получилось замечательно не больше не меньше самое то что мне нужно все ваше время вы вы выявили и вот это время следующий раз просто там оставили на два часа через вот этот картридж дистиллятик бегать и получите то что вам нравится но единственное что если вы фильтруете дистиллятики через уголь вот чуть-чуть понижаете вот эту ароматику то водку после то есть ректификованный спирт и воду через этот картридж уже не прогоняйте то есть оставьте его для дистиллятов а для водки заведите новый и пропускайте эти напитки отдельно потому как дистиллят после водки пропустить через этот картридж можно а водку вы как бы измените ее вкус то есть то что там в картридже останется от дистиллятов немножко перенесется и в ароматику вашей водки еще где может пригодиться нам этот картридж но я сталкиваюсь по крайней мере комментариях многие пишут что после разбавления дистиллята водой появляется некоторая полисенция да такое явление зачастую встречается то есть когда на дистиллят получен с избытком ароматный на дистиллятора без укрепления при растворении водой до а полисенция бывает и бывает частенько как с ней бороться то есть что многие дела то ё-моё все плохо отправлять все это на перегонку не нужно это отправлять на перегонку то есть буквально на ваших глазах там отправив этот дистиллят немного помутневший через вот этот картридж буквально на ваши глаза в течение несколько минут он снова станет кристально чистым то есть к нему вернется его чистота он будет чистый красивый прозрачный но полисенция она вроде как на вкус там не сильно влияет но выглядит неприятно когда вы там налили что-то в рюмку она там мутная какой-то но уже как-то не очень вот без проблем этот вопрос с помощью картриджа с углем решается ну на этом наверное все про углевание затягивать не буду рассказывать можно очень и очень много вот ну кому интересно почитайте найдите в сети вот эту книгу о которой я рассказал чуть выше дороша и лысенко вот прочтите там очень много очень интересно доступны таким языком обо всех этих процессов рассказывается еще кстати есть вопросы о очистке угля вот я например забил там картридж как мне потом очистить этот уголь опять же в этой книге это описывается одна технология то есть уголь этот промывается дистиллированной водой и после выдерживается там в духовке например в емкости с первого открытой потом эту емкость закрывать в течение 6 часов там при температуре 200 градусов 6-8 часов выдержит 6-8 часов работа духовки опять же все вот эти заморочки вымачивание там дистиллированной водой ну возможно возможно воскресить снова уголь возможно его вторичное использование но по трудоемкости по энергозатратам смысла особого в домашнем производстве напитков в домашнем использовании этого угля смысла особого я не вижу то есть очень большие трудозатраты энергозатраты но уголь стоит не так уж и много на заводах там с помощью кислот опять же это все вымачивается специальные устройства вот вплоть до обработки этого угля паром вот горячим то есть перегретым паром там с огромной температурой и так далее то есть на производствах очищение угля используется используется постоянно но там объемы совершенно другие вот там экономить на этом приходится нам же домашним винокуром особого смысла в этом я не вижу ну на этом на все друзья надеюсь сказал для кого-то что-то полезное и интересное всем пока будьте здоровы